В нашей области в эти дни работают представители наблюдателях комиссии с более чем 20 регионов России. Несколько лет назад они были созданы при общественных палатах для контроля за соблюдением прав человека в местах заключения и помощи задержанным. Накануне делегации обсуждали в Волгограде проблемы, с которыми сталкиваются те, кто находится на принудительном содержании. А сегодня общественники побывали в женской исправительной колонии, которая находится в Ленинске. Итоги инспекции. Наталья Стеганцева. Исправительная колония в Ленинском районе. Единственное в нашей области спецзаведение для осужденных женщин. Представители общественного контроля интересовали все аспекты жизни заключенных. От бытовых условий до организации досуга. Это спальная секция. Живем как в армейских условиях. Кровати двухъярусные. Тесновато, но комфортно. Жить, в общем, можно. Однако такие условия комфортными назвать сложно. В учреждении содержится свыше тысячи женщин. И на каждую заключенную немногим более одного метра жилой площади. Переполнение – главная беда российских колоний. В 40 таких заведениях по всей стране содержится 55 тысяч женщин. Поэтому ситуация в Ленинске не исключение. Колония находится в очень тяжелом положении. И мы об этом обязательно будем говорить. Огромный перелимит. А перелимит – это ведет в первую очередь к нарушению прав женщин. На женщину приходится, я не знаю, сколько, наверное, чуть больше метра. Так я понимаю. Страдают от этого все. Страдают женщины, которые тут находятся. Страдают сотрудники, потому что на них тоже падает гораздо больший объем работы. Отсутствие занятости – еще одна больная тема. Для того, чтобы человек мог исправиться, уверены общественники, ему нужно заниматься полезным трудом. Возможностей немного, но в Ленинске они есть. Здесь работает школа, проводятся культурные, есть своя команда КВН и спортивные мероприятия. И, что немаловажно, желающие могут получить профессию. На территории колонии действует филиал профучилища. Женщины могут выучиться на электрика, оператора котельной, швию. Наибольшей популярностью пользуется профессия парикмахера. Тем более, что точить свое мастерство несложно. От клиенток нет отбоя, а на воле в руках будет хорошая специальность. Вообще того не нужно обучать вот таким специальностям? Конечно, обязательно. Здесь особенно, потому что, сами знаете, мы в закрытом заведении находимся. Тоже хочется выглядеть хорошо и красиво. Вот за год уже отучились. Обычно 10 месяцев. Вот сейчас у нас еще дипломная работа будет. А так... И корочку скурят. Дают эти стад. Разряд там, по-моему, или третий, или четвертый. Бытовые условия, медицинское обслуживание, помощь в оформлении документов, проверка жалоб. Члены общественных наблюдательных комиссий имеют право в любое время дня и ночи прийти в любое учреждение, куда поступают задержанные, где не ожидают решения суда или отбывают наказание. Такой принцип открытости действует уже три года, с момента принятия специального федерального закона. Он призван способствовать реформированию системы исполнения наказаний. В частности, общественники вошли в комиссии по рассмотрению ходатайств по условно-досрочному освобождению. Что же касается соблюдения прав женщин в местах принудительного содержания в нашей Волгоградской области, то в целом им дана положительная оценка. Наталья Стегонцева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Ленинского района.